У меня есть халатест. Что это такое? Это Морсий, чем тренбалон несколько раз. Не надо перегибать. Говорят, что после него сразу можно. Сдохнуть. Это мой проток. Да я нюхаю просто. Что, с бананом? Че с чем? Мне не надо, клубника какая-то. Банан, йогурт. Банан, йогурт. Забрасывай тут. Вон, доставай, короче. А я себе протокон накручу. Ты прямо туда сейчас нальешь и ебнешь. Залпом эту кучу. Так шо, короче, Димон, да? Облом получился у нас. Да. Вообще обломали нас. А шо такое? Ну, шо, тестостерон, не можем вырастить ему натурально. Короче, я забыл написать. Может, мафер ждать до конца месяца? Да я ж тоже так думал. Что оно поменяет? Я ж тебе думал уже сразу фарму привезти сегодня. А ты не захотел. Это запомнил. Может, косметичную привезет? Ну да. Надо же еще ребятам сказать. Ну, ты сегодня скажем, а в следующий раз мы будем. Короче, иди сюда. Я сразу говорю, что потом мне не говорили, что Санечек всех побегает. Димон сам предложил. Короче, сейчас расскажем ситуацию. Давай, бахнешь сейчас. Ой, хорошо. Сегодня рекорды будут. Это под фристайлер, конечно. Да. Людей немного, как для субботы. Давай. Это не суббота, а сегодня воскресенье. Это же тоже родыще у тебя какой-то. Это кума попросил потренировать сына. Я ему, знаешь, подкармливаюсь сникерсами. Я тебе сникерс тут положу. Доделаешь, съешь. Тамасу набрали, он пацан, блин, вымокал. Как я смотрю на него, и как будто бы я такой же был. Вот это, с такими руками. 49 килограмм. Ну, ему 14 лет еще. Так тяжело все было. Мы с ним, блин, начинали с китайского грифа. Он даже китайский не мог сжать. То есть гриф даже не мог сжать. Он еще высокий, да? Ну, да, он резко вырос. Он просто был мелкий, а потом хуяк такой. А мышц нет. А растяжек нету на спине? Я просто тоже не у меня. Я тоже быстро. За лето, за 2-3 месяца, плюс 10, или что? Сколько сантиметров, и по спине растяжки. Я тебе сейчас, короче, это, смотри, свет есть, я тебе сейчас инет врублю, подключишься, как в прошлый раз. Повтыкаешься, я ребят потренирую. Счастья тебе. Воды у тебя нет, давайте. Бери эту воду. Допьешь. Мы разминаться с ним. Давай, разминайте, сейчас я ему. Таблетку выпей. Панкреатин. Панкреатин. Чтоб у тебя непривычки, большое количество питания, у тебя, может, понял, ферменты. У тебя же проблема с панкреатином. Выпьешь с водой после этого. Короче, мы же руки делали. Болит у меня эта херня на весах. Так я же тебе говорил, не делаю упражнения определенные. Или всегда теперь болит? На бицепс, когда вы делаете, болит. Ну все, теперь на бицепс мы можем делать только определенные упражнения, тебе потом покажу, какие. Ничего страшного, оно пройдет. У меня тоже болело. Мы с тобой примерно в одно время их потянули. И у меня уже прошла почти, видишь, а у тебя не проходит. Суть в том, что почему-то сухожилие, оно не проходит. Потому что постоянно на него нагрузку подаешь, ну и, соответственно, он не может пройти никак. А из-за того, что вот это сухожилие растягивается за счет того, что ты держишь в руке хват, то есть все упражнения хватовые, любые упражнения, то есть это гантели, штанги, все, что хочешь, с хватом связаны, а ты, по сути, всегда хват используешь. Поэтому, ну, болеть. Поэтому там, где хват прям очень сильный, это вот в этих упражнениях, там, где именно вот это закручивание идет, нам надо их избегать. Я как лечился, я брал канатик и сюда накручивал и делал, короче, бицепс канатиком. А, просто, чтобы не было вот этого. Да, да, и получается, что бицепс работает, а этот не включать. Это чисто от этого движения, да, блин? Поэтому надо вот это вот избегать. Пятнашками, да, двадцатки невесные. Да, пятнашки. Я потею очень сильно. Вот из меня еще и вся вода вышла. Ну да. Я сейчас, знаешь, какой у меня вес? 65 килограмм. Ну, сейчас тут взвесимся. Да не, ну сейчас, блин, понятное дело, я сам в шоке, чувак. Короче, чтобы ребята понимали, у нас свет дают два раза в день по два часа. У нас нету, то есть, и, короче, жара 37 градусов, сегодня 38. 38, 38 градусов тени, а на солнце вообще, наверное, градусов 150. Ну, короче, все это в том, что реальность, у меня тоже вода выходит, я, блядь, напиваю, аппетита нет. Вода сливается, ты, короче, как этот. Ну, будем, блядь, будем выжимать то, что есть, из того, что есть. Мы же не можем прекратить тренировки, правильно? Понятно. Просто, ну, с погрешностью на то, что, да, блин, ну, ситуация такая. Ну, ничего страшного, что слил, ну, это вода. Мышцы все равно, что они уж не уходят. Ты же должен это понимать. Давай, разминаешься. На 6, на 6. Короче, какая ситуация? Мы с Димоном, короче, пытались поднять тест натуральный. Он изначально пришел без тренировок, тест был 18, да? Да. Потом мы, короче, потренировались, потренировались, ничего не принимали, тест упал до 7 у нас. Вообще, когда мы тренируемся, по идее, должен вырабатываться тест, видишь, у тебя он упал, какая-то мистика. Тестерон, он, в принципе, может понижаться, там у него есть пики, знаешь. Тогда, может, знаешь, что было? Ты же тогда в ночь... Я всегда в ночь стал тогда. И получается, что, может быть, знаешь, у тебя вот этот организм не понимал, когда ему тест вырабатывать. И на тренировку ты приходил, а тест реально у тебя был спад уже. Потом мы попытались его поднять кламидом. Ни хера не получилось. Тоже тест поднялся до 16, как он у тебя и был, по сути. Потом мы перешли на ТАМАКС, тоже ситуация не изменилась. Сейчас опять на кламид ситуация. Короче, мы не можем поднять выше 16 тест, но, блядь, вот никак. Не идет он, короче, у нас. При том, что лютинизирующий гормон растет, ГСПГ, ну, там, примерно в одном и том же, а тест на месте стоит. Залетай. Вот. Ну, для жизни, в принципе, Димону нормальный тест. Ну, чтобы прям в мясе наращивать, ну, конечно, маловато будет. При том, что мы его, блядь, даже таблетками не можем поднять. Ну, знаешь, бывает такое, это может быть какие-то реально синдромы гипогонадизма. Потому что, ну, вот у меня ребята подопечные, да, вот мы по КТ делаем. Даже с Игорьком мы сделали после трех месяцев, блядь, у него тест выросло на 20, 25 у тебя был. Это при том, что чувак 4 месяца на курсе, через 3 недели у него тест 25. А Димону 2 месяца пили кламид, тест 16. Ну, блядь, это при том, что он не курсил даже. У меня подопечные, если просто пьют кламид, у них тест растет до 40. Поэтому, хуй, ну, может, у тебя какая-то вещь, ситуация такая. Ну, мы что решили? Решили, короче, Димона все-таки на курс посадить. Наконец. Димон хотел, чтобы я ему уже сегодня фарму принес, а я забыл. Вот, ну, не то, что забыл, не принес, короче. Ну, наверное, начнем все-таки курс. Сделаем тогда замеры, вес, всю хуйню. И потом тебя, короче, Игорек, Димон перегонит. Мы легенький курс сделаем. Такой, чтобы по здоровью не бил. А что будет? А что будет? Да что, как всегда, тринбалон, халатест, инсулин. Давай, закидываем еще по пятнашечкам. Все направлено. Так что, у тебя, короче, проблемы с аппетитом сейчас, пиздец, просто, да? Я вот сейчас тикток смотрел. Я, короче, тебя через тиктоки узнаю, понял? Я кушаю, вроде, ну, типа, вроде наедаю то, что надо, но... Ну, ведь это через такую силу, через такую боль, и иногда могу там уже лечь и, типа, не поесть, ну, такое. Через силу вообще так херово. По-хорошему, надо, чтобы был аппетит. Прямо так, чтобы мне хотелось есть, я, наверное, мог бы сейчас целый день не есть. Просто понимаю, в чем суть. Если тебе есть не хочется, то и пища хуже усваивается, значит, ты как будто ее... То, что организму как будто не нужно. Если нет аппетита, значит, организму это сейчас не нужно. Понял? Значит, он сейчас борется с чем-то другим. Я вот, типа, не хочу, но вот если насыпаю уже, ну, надо поесть. Время еды приходит, да? Сюда, типа, нормально. Ну, такого, что, знаешь, это когда ешь, типа, ну, рыгаешь, ну, такого нету. Я понял. Я ем нормально. Просто нет такого, чтобы, знаешь, хочешь поесть. Хочешь, да. Вот хочу поесть, и типа, уже еду есть. Такого нема. Из-за жары. Потому что, блядь, прикиньте, ребят, у нас нету света, жара, блядь, плюс 38 в тени, и кондер даже дома не включишь. То есть ты приходишь, как в душе губку. Мало того, что тебе надо сходить в магазин, купить еды, тебе надо прийти домой на какой-то этаж. На восьмой пешком. На восьмой этаж пешком, блядь. Ты идешь вот это с водой, с баклажками, со всей хуйней, и надо еще приготовить. А у тебя какая, электрическая или газовая? Вот тебе повезло, у меня электрическая. Я еще, если я ставлю эту чепуху с баллончиком, понял, начинаю накручивать. Ну, короче, пиздец. Мало того, что хер приготовишь, так оно еще и потом не лезет. Да. Ну, ничего, будем пробовать. Давай, залетай. На восьмой этаж раньше, ну, так, обычной ходьбой поднимался, и потом сердце выпадает. А сейчас вот так вот раз, встал, подождал. Ну, я не знаю, минут десять, наверное, я поднимаюсь. Но зато живый. Это уже тяжело. Я дед старый, вот это на каждом перелете отдыхаю. А Димон на четвертом живет, да? Да. Ну, ты в этой, просто у тебя дом старого, да? Нет, это новый, просто у тебя 9-этажки, понял. А, ну, отливки есть? Нет. 8-этажки, что их не ставят. Давай на шесть. Так, это у нас... Семьдесят. Восемьдесят. Чего? Восемьдесят. Восемьдесят. А я думаю, хер ли, так тяжело было. Так, тебе давай шаг сделаем чуть меньше. В десяточку. Да, я думал, это семьдесят. В десяточку. Короче, что я хочу сказать. По поводу аппетита. Как поднять аппетит? Есть много, на самом деле, много способов поднятия аппетита. Самый крутой, действенный способ, то, чем пользуются профессионалы, это... Иди сюда, что тебе не видно. Это инсулин, но инсулин мы использовать не будем. Это удел профессионалов, это смертельно опасная штука. Второй способ, который я тебе предлагал, ты не захотел, это голод. Голод? Голод. Голодаешь один день, два максимум. Чисто на белке и на салатике. И у тебя немножко обновляются рецепторы, и ты начинаешь есть. Но это тоже надолго не хватает. Один из действенных способов, это поднять щитовидку. Тот, чего мы еще не пробовали. Если поднимаешь тироидные гормоны щитовидные, Т3-Т4... Подожди, тот раз мы что делали? Тоже поднимали на сушке? Мы на сушке поднимали Т3-Т4, но на сушке это нужно для того, чтобы... Чтобы быстрее улетало. Мы перестаем есть. Обмен веществ замедляется, ты становишься вялый. Ты ходишь медленно, понял? И ты... То есть, это не для этого. Но суть, еще фишка в том, что высокий тироидный гормон очень сильно разгоняет обмен веществ и повышает аппетит. Как бы палка двух концов. Ты вроде как и похудеть хочешь, но и аппетит, сука, растет от тироксина. Поэтому, я думал, можно тебе добавить немножко Т3. Помнишь, что таблетки дала? Да, да, да. Давай попробуем. Чуть-чуть-чуть добавим. У тебя щитовидка подразвонится. Ты будешь пободрее, ты такой будешь активный. То есть, у тебя расход вырастет. У тебя будет больше есть. Но аппетита будет лучше. Ну, начнем, давай. Там лесенка надо. Давай с 25, потом перейдем. Половинки, да? Да. Несколько дней 25, потом 50, потом, может быть, посмотрим на 75 перейдем. И немножко Т4 добавим еще с аптеки того, чтобы у тебя Т4 и Т3 был. И для конвертации добавим тебе немного железа. Есть железо у тебя? Ну, селен, цинк, что у меня такое есть. Ну, железо, потом витамины группы B6, B9, B12, фолиевая вот эта вся хуя. Есть, есть, есть. Вот это все добавим. Фолиевая, никотиновая. И тирозин добавим. И немножко цинка. Потому что, смотри, чтобы была хорошая конвертация щитовидки, нужно много железа. Иначе без этого будет херово. Я думаю, у тебя обменка разгонится. Будет немножко полегче. Это как один из способов поднять. Попробуй, может, сработает на мне. Да. Давай попробуем. Вообще, давай, на 6 Димон. Проходите. Так легко идет. Нормально. Так, тебе сотку вешаем. Это пятнашка и десятка. Да, и эти, бинты. Голодать ты не хочешь. Инсулин мы не можем. Тероксин щитовидку подразгоним. Еще какой-то способ был. Но я вот что-то подзабыл. Если вспомню, расскажу. Вообще, способов поднять, ну, именно аппетит много. Я в основном пользуюсь голодовкой. Я когда понял, когда я перестаю есть, не хочу есть уже. Я просто тупо убираю еду и голодаю. Я не теряю по мышцам, я чищу желудок, понял. Там, интерс-генечка пропью, еще что-то. Поголодаю. Ну, потом через несколько дней, знаешь, как новенький. Почти девять. Прогресс есть. Бодренько. Так, Димону 80 раз. Пятнарик снимаешь, 10 вешаешь. Увидишь, есть динамика. Ой, да, я туплю. Динамика есть. Я тебе скажу, нормально. При том, что ты в такой же арене, я не ешь. Я просто вот этот бочонок тренбаллона вешаю. 10 грамм. Обычно подкожно загоняю немножко. Зачем? Я шучу, шо, зачем. И все. Мы же, даже смотрят, ребята, мы же троллим. Мы же наркоманы. Короче, все, пизда, да? Фу, ну я доволен. Если даже при таком этом, не меньше, а больше, то уже хорошо. Да? Сотка почти на 9. Там тут почти на 9. Если бы Димон не помогал, думаю, ты дожал бы. Так что Димон виноват. Ну я ехал на тренировку, я вот с таким настроем, что сегодня будет наскок. Давай, 6-8, Димон. 2, 3, 4, 5, 6, давай сам. Сам, сам, сам. А я бы помог. воду слила по силам не упал блин нормально все ты скоро курсанешь тебе надо освоить уколы да я думаю часто ставить не буду начнем раз недельку или два раза недель 2 и 24 раза недельку можем 8 раз недельку делать укол один утром один вечером пошли спину легкую сделаем и вернемся никогда такого не было да там в африке я карту смотрел там двадцать тридцать типа перегнали африку к нам брехняшу еще мы сюда выживем за заводить не надо Локти назад – это руки. Локти вперед – это спина. Да, но можно шещёк лучше чувствовать. Лучше до тренировались, тренировались. Как будто 80% тренировки плечи делали, а потом только по одному упражнению на бицепс, трицепс сделали, а мы на плечи все по стандарту сделали. В Спортлайфе тренировались? Так ты получается с утра идешь, купаешься в Спортлайф, потом едешь сюда на тренировку? Нет, так это на работу. Утром еду. Ну чаще обычно света нет, я купаюсь, еду на работу. Короче, Игорек купается в тренажерном зале, в другом, не в этом, потому что дома нет воды. Нет света, да. Тяжелая жизнь. У меня было такое, что я хотел тоже в тренажерный зал купаться, но это было когда я понял, разнес всю хату, у меня не было даже унитаза дома. Ну типа ремонт дел, понял. А потом, короче, я ремонтнику говорю, давай типа мы хотя бы ванну поставим, а у меня даже стен нету. И в итоге у меня ванну ебал, понял, такой куб такой, ванна в центре, блядь, даже на окнах нету нихуя, а мне надо покупаться, блядь. Я вот, ну, голенький, короче, залетел. Но свет приглушил, чтоб не сильно видно было. Прикинь, в центре комнаты, ванна, я, блядь, с водой и окна, блядь, и на меня все смотрят. Ты говоришь, два часа ты хотя бы дома, ты попадаешь на свет. Ну мы иногда там работа туда-сюда, я иногда вообще на свет не попадаю. Пещерные люди, украинцы. Так, давай еще разочек. Не назад, а вперед. Назад хочешь? Поверни руку. Вот, видишь? А все так, а надо вот. Оно так не крутится. Ну что, блядь, руки не крутится. Ладно, дело как делаешь. А сколько? Сейчас 20-20. 12-15. Пусть 12-15 сделал. Правильно все, да? По весу не взвешивался? Где? Дома? Ну дома 83 утром. 84 с копейками вечером. По чуть-чуть. Растет, ну и так. Ну знаешь, как там говорил один бегун. Говорит, вы хотите прогресс за месяц, за два? Говорит, а я 4 года тренировался, чтобы потом пробежать 9 секунд. Ну нет, у меня все устраивает. Я просто, ну как будто, мне казалось, что оно должно быстрее быть. Быстрее это только генетика. Ну как там? Мы выжимаем максимум. То есть из того, что есть, мы выжимаем максимум. Быстрее не получится. Я просто не понимаю, как люди разъедаются там на 15 кг, на 20 кг за месяц. Я говорю, генетика. Сколько это в себя вкинуть еды? Ну давай посмотрим правде в глаза. Если ты сейчас начнешь есть, ну условно в два раза больше. Ты думаешь, ты в два раза больше мышц вырастешь. Ты знаешь, ты знаешь, ты начинаешь больше есть, начинаешь расти живот. Ты превратишься просто в булку. Есть люди, которые жрут больше, они могут усваивать такое количество пищи. У них есть потенциал к росту. И у них это идет куда надо. Но это, блядь, единицы. Ну типа, большинство людей, они разжираются в булку просто. Даже если будешь правильно есть, все равно будешь, блядь, жир растить. Это генетика просто. Ну ничего страшного в этом нет. Не все быстро растут. Большинство людей, чтоб ты понимал, 98% людей это как мы. Это те, которые быстро не растут. Понимаешь, мы смотрим на вот этих, которые, знаешь, разъедаются. Ну повезло, ну бывает, а что? Ну надо смотреть на свой результат. Пошли, будем жать. Какой курс, Димон, ты хочешь? Какие варианты? Варианты? Да. Ну смотри, мы можем набирать сухо, но чисто. А можем набирать много, но грязно. Но грязно это не имеется в виду жир, это имеется в виду вода. То есть ты будешь меньше сечки, но больше крупней будешь. Я за воду. Я не знаю, почему все воду избегают. Бля, ну это тупо. Вода, ну мы же по сути из воды состоим. И чем больше у тебя воды, вот знаешь, вот если взять просто человека, просто тупо его нагнать водой за счет соли, молочки и всякой хуйни, он станет сильнее там процентов на 20. А эту силу, которую нам дает вода, мы ее можем использовать в работе. Соответственно, мы сильнее стимулируем мышцы, даже в которых вода, и соответственно и мышцы лучше растут. Поэтому я не вижу проблем с водой, чтобы наполняться водой. На наборе, мне кажется, это ну блядь, ну чуть-чуть да, чуть-чуть тебя разоплет. Если у тебя нету проблем с давлением, нету, ну потому что когда водой заливает, давление сильно растет, понял? Ну никогда не было. Еще бывал такой, я помню, так сильно наполнялся водой, старые олды меня поймут. Короче, я жрал тогда метан, у меня была очень высокая ароматизация, высокий эстрадиол, короче. Еще тест был у меня. И жрал я, короче, не в себя, все что есть и сладости тоже. Тогда на тот момент я жрал халву, я думал, что это круто, на тот момент. Сейчас уже я так не думаю, потому что от нее растет живот. Вот там в халве 40 грамм жира, по-моему. Да, она была очень, понимаешь, я когда только познавал информацию, я смотрел источники, и там есть, ну, смотрел блогеров такие же, допустим, как я сейчас. Но на тот момент информация была слабенькая. И тогда всем что-то касалось, что рост мышц идет чисто от калорийности. А на самом деле рост мышц, блядь, идет от правильного божевания, от калорийности. От калорийности растет, блядь, все, и жир тоже, а жир еще сильнее. В итоге жрал халвы, я покупал все такие брикеты, блядь, сжирал ее. У меня там, блядь, в день по 7000 калорий получалось. У меня, и это все еще натурально, чтоб ты понимал. Ты просто хрючкой становился. Я, короче, да, еще брал трехлитровую банку молока у бабушек на рынке, понял? Делал вот эту простоквашу, она немножко прокисала, понял? Потом эту всю, блядь, мочмалу нахуяривал. Ебашил в стакан такой металлический 10, иногда даже 15 яиц с желтками. Вот так. И я их даже не смешивал, потому что оно тогда мочмалово получалось. Я просто желтки тупо глотал. Ебашил ты тут кружку, а потом еще тут это хуйня запивал. А потом еще халвой, короче, заедал. Да, рос жир, конечно. Я, блядь, мысль потерял, о чем я начинал. Что воду надо набирать. Воду надо набирать. Да, и я за счет того, что меня наполняло, олды меня поймут. Я был очень сильный, да, сила росла. То есть я натурально 100 на 8 пожал. Ну, блядь, мне что подняться на третий этаж, короче, ебать, я устал, понял? Я поднимаюсь на второй, у меня ноги забились. Я выхожу на улицу, я 30 секунд прошел, я устал, блядь, у меня ноги забились. Я сел, блядь, на лавочку посидел, потому что настолько опухаешь ты просто. И под кожей, и в мышцах, и, блядь, везде. У тебя такого нет? Я же говорю, на 8 этаж отдыхаю. У тебя нормально. Значит, у тебя ты еще не сильно залился водой. Ну, не сильно. Вот когда ты перестанешь ходить, вот тогда ты, значит, залился водой. Ну, тяжелее, чем раньше. Я раньше вылетал на тот 8 этаж. Ну, да. А сейчас... Сейчас нет. Ну, тебе сейчас лицо не так сильно опухло, как в прошлый раз. Не, ну, тогда на этом весе уже все было. Тогда уже щеки, да. Поэтому я не вижу проблем с водой. Поэтому, Димон, я считаю, что надо делать заливной курс. Да? Да. На дексаметазоне сразу. На дексаметазон. Не, ну, блин, дексаметазон натурально вообще нельзя. Дексаметазон, у него есть один плохой эффект. Ну, помимо еще тысячи плохих. Один основной плохой – это то, что это катаболик, прежде всего. То есть он сжигает мышцы. Это его ясной эффект. Не, ну, на курсе не сжигает. Ну, на курсе может и не сжигает, да. Если хорошо питаешься. Ну, натурально, если сжать дексаметазон, ты что, сгоришь с хуя. 110, да? 110 на максимум. Ну, то есть два. Я делаю ставку на 4 повтора. А там, если больше – молодец. Раз, два, три. Ну, почти. Нормально. Три. Три. Три есть. Ну, нормально. А сколько в прошлый раз вы 105 мне накинули, сколько я сделал? Два? Или нет? Ну, смотри, ты 120 жмешь на раз, а 110 на три. Я думаю… Ну, это и так уже близко. Так, а Димону надо повесить… 80 обратно. 80 ты на сколько сделал? На 6? На 7? На 7? Да, да. Значит, надо 85 повесить. Нет, 90 много. Ну, смотри, если мы садимся на курс, то есть тебе надо будет чуть побольше. Уже можешь себе позволять чуть побольше есть, потому что потенциал к росту мышц станет больше. Вот меня часто люди спрашивают, типа, я вот пишу, допустим, рацион, да, там, хлопцу. А хлопец, короче, где-то 67 с килограмм. А я его пишу, понял, 200 грамм белка. Он говорит, Саня, типа, он, блядь, все советуют полтора, максимум 2 грамма белка, а ты мне нахуярил уже 3. Типа, что за хуйня? Суть в том, что чем больше у тебя потенциал к росту мышц, тем больше тебе нужно белка. Получается, что вот мне, чтобы расти, мне достаточно даже полтора. Мне больше не нужно, потому что… Да, просто поддерживать. Да, просто поддерживать. Ты знаешь, я наращиваю в год там 1-2 максимум килограмма от тех мышц, и мне, чтобы сделать, знаешь, ну, профицит по белку для этих, ну, блядь, это вообще хуйня нихуя. По сути мне надо в норме сидеть. Да, нам надо прям x2. Да, тем, кто может расти, им нужно еще больше. Потому что ты можешь вырастить. А если можешь, то, соответственно, белка нужно больше. Отдыхаем. А, пошли, сделаем спину разочек. Так, а Димон же не сделал. А, да. Я, блядь, заговариваюсь и забываю. Тоже 4. Давай только я помогу там в конце. Раз, два, три, три. Хороший, хороший, хороший. Нормально. Четыре, сам. Да, ну, пятый он бы уже сделал. Нормально. Нормально, да. Натураха. Слышь, ну мы, я не знаю, как сделаем. Мы же сотку хотели пожать. Ну да. Хотели в Натураху ее пожать? Так в следующий раз на проходке попробуем сотку, да? Тогда фарму, когда добавим? А когда у нас проход? Ну, не пожмет. Ну, тут похуда. Не пожмет? Ты не веришь в Димона? Да. Так 85 на 3, там еще 15 килограмм. На 4, пожалуй. Ты же на 4, пожалуй. Ну, а ты что думаешь, легче тебя идет или нет? Ну, как будто легче, да. Ну, тогда надо пробовать. Сегодня? Сегодня сотку попробуем. Ну, давай следующий уже, или это большой шаг? Ну, уже на курс хотел сесть. Ну, тогда сегодня, выбора нет. Можем сесть на курс, никому не сказать и пожать сотку. Давай сегодня. Блядь, я уже сказал, блин, блядь. Ну, все, 15 минут отдыхает и делает. Так что, сейчас все ставки на Димона, а если он сейчас порвется, блин? Дай курс. Только не делай спину. Так что, устанешь сейчас. Отдохни минут 10-5. Так спина, наоборот, нужна, чтобы немножко разгрузиться. Пошли сделаем. Ну, тогда делай. Просто меньше сейчас вес на спину поставим. Это какая-то. Поставим Димону ультиматум. Да. Пока сотку не пожмешь, на курс не сядешь, блядь. А шо это такое? Это мистический. А шо, зачем он такой сложный? Ну, это если его перевернуть, сюда можно эти, блядь, знаешь, вешают тушки мясные в холодильниках. Это ж с холодильника гриф. Блин, ну Димона разопрет, наверное, нормально. Да по-любому. Мы же тебе рабочую фарму дадим. Да не, ну база хорошая. Я просто думаю, что там вопрос в еде будет. Я сейчас спонсора напишу, скажу, Димона надо, короче, блядь, Амбассадор строить шопа новый. Да, надо прокачивать Димона, нужна фарма самая сочная. Там лаборатория собираются все. Да, там тебе сейчас специальные, блядь, порошки смешают всю хуйню. Широковато как-то взял, да? Не-не, так нормально. Нормально. Мне, кстати, тут удобнее даже. Может, потому что ровно руки, а не так. Может, удобнее, да? Потому что ровно, а не вот так. Вот и так, короче, загибаются неудобно. Ну, это зависимость, да, Саня? Зависимость? Ну, я думаю, да. Есть чуть-чуть этого всего. Как будто бы страх того, что когда не будешь вязать, оно все будет. Жизнь серая, тленная. Зависимость, прежде всего, это тренировки. Вот смотри. Плохо, когда тренировки для тебя, это типа, знаешь, там, достижение какой-то цели, там, выступить или что. Это уже, знаешь, как будто работа. А тренироваться надо в кайф. Вот у меня, я бывает, теряю эту планку, знаешь, в кайф тренировки. Вот, допустим, когда мы работали с Духотой, это тренировки не про кайф. Это тренировки про, ну, скорее всего, максимальный прогресс, максимально, что ты можешь выжить со своего тела. Ну, со стороны прогресса, возможно, это хорошо, но со стороны жизни, ну, я бы так не тренировался всегда. Ну, блядь, нахуй, ну, мне надо, ты что гонишь. Ну, перебор. Я же и не готовлюсь, там, на Олимпию, правильно? Просто, просто пацан тренируется, снимает свой путь. Вот, поэтому надо, мне кажется, тренировки делать такие, чтобы это было тебе в кайф. Тогда ты и не забьешь. То есть подбирать такие упражнения, которые тебе делать кайфово, такой график, который тебе кайфовый. Пусть у тебя не будет супер прогресс, но у тебя будет постоянство, у тебя будет каждый шажок, шажок. И на длительном отрезке времени ты побеждаешь того, кто решил, там, за месяц, там, бомбануть, порвался и разорвался. Потому что, по сути, знаешь, для всех, вот, если говорить про мышцы, вот, представь, что вот есть гора, и ты идешь сначала в горы вверх. Ты можешь пойти напрямую, да, по-быстрому, но по-быстрому там у тебя будет, условно, там, не знаю, ямы какие-то там, блядь, травмы, вся хуйня, да, ты быстро доберешься, порвешься, вот. А ты можешь пойти, знаешь, извилистыми какими-то путями, но более такими, знаешь, там, где тебя подвезут, там, знаешь, ну, ты все равно доберешься в эту точку, как ни крути. Просто выбираешь чуть другой путь, чуть дольше. Это я считаю, что надо отриваться в кайф. Если тебе некомфортно что-то делать, ходить слишком часто, делаешь так, как в кайф, чтобы просто не забить. Потому что все равно вся суть, она в постоянстве, а не в том, как ты прям выкладываешься. Ты можешь не суперкруто выкладываться, но ходить постоянно. И на отрезке в несколько лет ты будешь круче, чем тот чувак, который там, блядь, ебашил, как духота. Как я, точнее, по духоте. Да. Как лучше так? Мы про тренировки в кайф. И вот я еще помню, знаешь, вот как я кайфовал от тренировок. Когда один ходишь, оно не то. Вот видишь, вот пацаны кайфуют, вдвоем работают. Я когда тренировался, вот видишь, командная работа. Я когда тренировался, помню, ходил с хлопцами, мы постоянно соревновались. Все, хорош. Знаешь, какая-то соревновательная такая была тренировка. То есть я хотел пожать больше, чем он, он хотел пожать больше, чем я. И вот я вспоминаю даже фильм, вот этот «Качай железо», там, где рассказывал Арнольд про то, как они с Франко Коломбо постоянно соревновались. Тот приходит, знаешь, говорит, блядь, этот гавлюк пожил больше, чем я. Ни хера, сегодня я пожму больше, знаешь. И вот эта здоровая конкуренция, да, когда ты тренируешься, она тоже подбивает тебя. Сейчас придется мне больше работать. Да ты, блядь, не видишь. Лимонка включится. Представь, так я вообще... Что, натянул? Ни хера ты не натянул. Я работал, я работал, по-моему. Четко. Да, то рисунок, оно не имеет значения. Поэтому, да, надо, чтобы вы соревновались между собой, тогда и прогресс будет лучше. Да, сейчас как будто бы мне... Ну, как его сильно затягивать? Давай сильно. Ну, не слишком сильно. Вот эти металлические, как Усмайя, чтобы я. Плюс всякоцентра силы. Сильно не помогает, сгибается. Уходим он, что, сгибается. Надо так, чтобы рука сгибалась. То, что руки не сгибаются, это лифтерский. Это лифтеры так бинтуются. Мы не для этого бинтуются. Мы бинтуемся для того, чтобы просто не травмироваться. То есть у нас нету... На самом деле бинты нам особо силы там и не дают. Это просто, чтобы ты не травмировался. О, боже. Поэтому сейчас Димон сядет на курсе, будете соревноваться. Кто больше пожмет? Да, Димон перегонит. Чтобы ты шел на травмировку и думал, сука, сегодня я пожму больше, чем Игорек. Потому что я теперь тоже на курсе. А Игорек такой думает, ёб твою мать, он меня, сука, уже догоняет. Надо что-то делать. Саня, насыпь мне еще таблеток. У Димона грудь всегда хорошо шло. Да все, не отмазывайся. Да я знаю. Просто будешь меньше жать. Он у меня в телефоне, знаешь, как подписан? Как? Димон грудь. Димона грудь. Потому что мы когда качались давным-давно, он много делал, больше, чем я. Димон, ну и, конечно, погоняло не слишком, но не самое лучшее. Я вспоминаю сразу этот фильм. Фильм спиздили, знаете. Там был Томми по кличке Сиська. Томми по кличке... Не смотрел фильм? Большой куш с Брэдом Питом. В переводе Гоблина спиздили. Бля, это один из моих любимых фильмов. И там был этот Томми по кличке Сиська. Раз, два, три. Есть! Как ты что? Ты свой рекорд на 120 пожал на 2. Ну, пизда. Все, Димон по-любому должен пожать. Сколько Димона? 110 вешаем? Нет, сто. Ну, есть, есть, да? Бинтуйте Димона. Вот, помоги. Прогресс, конечно, есть. А, все. Жара, палящая жара. Дает тебе силы. Да, я знал, я знал сегодня, что... Что-то будет, да? Что-то будет, да. Я вчера всю аптеку выпив дома. Утром всю аптеку выпив. Все таблетки, всю хуйню. Все таблетки, порошки. Все выюхал. Арной Шварстнея говорит, я ебашил соль, говорит, чтобы, блядь, больше жать. Он ел соль горстями. Я тебе скажу, что вот соленая, вот наебашишься соленый, вот в следующий день такой сильный. И вот, когда я помню пиво с рыбкой пил, на следующий день прихожу, я тебе говорю, рекорды всегда ставил. Это вот не в шутку, так и было. Это давно было, когда я еще пил. Ой, какая ручка маленькая. Или сухая просто. Ну, что натрий держит воду. Больше воды, больше силы. Не ту. Жмешь и начинаем курс. Все натуралы. Не жмешь, все. Увольняем. Из зала. Вы, э, выгоните вот этого пацана. На хуй нам не нужен. За 8 месяцев сотку. Пацаны, выходит, не будет. Выдет ли хуйня? Сегодня будет. Сейчас надо всю хуйню забинтовать. Главное, не смеши его. Да я никогда не буду. Раньше времени. Давай. Да, что ж такое, блядь. Да, что ж такое, блядь. Да. Это, сука, все вес, блядь, который на 5 килограмм сошел. Выносите его, нахуй. Ну, все, ну, а что, ну, надо таблетки из. Ну, что? Будем считать, что пожал, короче. Ну, 5 килограмм, и что такое 5 килограмм? После курса ж все равно уже до того уровня, что был тест, не восстанавливается? Восстанавливается. Ну, прям стопроцентно. Если все делать правильно, восстанавливается. Если ты делаешь курс не дольше 3 месяцев, если ты добавляешь ХГЧ, то ты выходишь чистый из воды. Ничего не будет. Ничего не будет. Никакой трофеи. Тогда похер. То есть ты восстанавливаешь, что то же самое, что и было. Если ты, конечно, курсишь годами, не ставишь ХГЧ, то тогда будь добр, из-за твоего незнания у тебя будет тест ниже потом на выходе. Ну, соответственно, чем дольше курсим. Ну, просто, чтобы мы с его 7-3 не сделали. Нет. Мы будем делать нормальные курсы, то есть по 3 месяца. Тем мы сделали 4 тогда, будем делать 3. Давай, залетайте. По двацеточке берите. Понятно, что есть куча легенд, которые жмут там миллионы килограмм, но я, если с собой сравнивать, то я в шоке. Ну, да, вот даже мне там говорят, Саня, не жми 200, никого не удивишь. Блядь, да я даже удивить никого по самому-то день не хочу. Это мне духота говорит, что ты никого не не удивишь. Как будто я кого-то хочу удивить. Ну, типа, ты знаешь, что у меня радостью, то что, ну... Я вообще свой контент снимаю, ну, как бы свой путь. Мне, по сути, у меня нету цели, да, там, на помост пойти, там, кого-то пережать. Я вообще-то вернусь для себя. Подойдите? Да. Это сколько? Что ты делаешь? Я не пойму, как, блядь, тебе давать. Еще раз. Собирай, Димон. Так, еще раз. Нет, такой. Такой. Ты же слушаешь, что я говорю. Так это всем. Так и не надо больше. Ты 40 хочешь пожать? Хочу. Чтобы пожать максимальный вес, нельзя уходить в отказ. Если сейчас ты дойдешь до вот этого момента, когда оно будет у тебя трястись, после этого сил у тебя уже не будет. Поэтому мы цель направленно работаем до отказа, чтобы были силы. Потому что после отказа уже ничего не сделаешь. Что делать? Еще? Хороший. Слышал такое мнение противников питья сладкой воды на тренировке. Говорят, это все чепуха. Оно типа не успеет попасть в мышцы, поэтому оно не надо. Ну, начнем с того, что помимо того, что... Как у нас идет расход энергии? У нас расход идет, помимо того, что у нас есть мышечный гликоген, есть жир внутримышечный, который мы тоже используем всегда. И есть еще глюкоза крови, которая в крови циркулирует. Вот, по сути, когда мы пьем что-то сладкое, ну, прежде всего, оно попадает в кровь. Да, оно сразу в мышцу не пойдет. Именно глюкоза с сахара. Да, там много фруктозы. Но глюкозу крови мы во время работы тоже используем, если у нас есть. Поэтому это уже первый плюс. А если мы пьем не просто сахар, а амилопектин, да, который я вам говорил, Витаргова, допустим, это он, там настолько упрощенная цепочка, что он очень быстро распадается, да, и моментально попадает прям мышечный гликоген. Помимо того, что у нас повышается глюкоза крови, еще гликоген восполняется, который мы потратили. То есть ты стоишься в два раза сильнее, по сути, от таких напитков, как Петарга. Поэтому я считаю, на наборе это очень важно. Я вот начал пить реально, и, ну, работоспособность намного выросла. Не, ну, это точно бред, что, типа, не попадает. Вот как это за инсулин, что вот это падает, когда чуть-чуть им дать что-то сладкого, оно же моментально попадает, что они жевают. Да. Ну, то есть прям сразу-сразу. И даже ты просто в рот берешь что-то сладкое, ты уже, ну, облегчение получаешь. Ну, вот, да. Я тогда, когда коньки чуть не двинул, когда я инсулин пробовал, я реально, мне пацанчик подлетает, понял, колу и халву быстро тащат. Я первый там только в рот глоток беру, у меня сразу, ну... Попадает же, получается, сразу. Да, очень быстро. Когда так все плохо, помнишь, стало, Саня, частик сахара? Ну, да. Попустило сразу. Да, кстати, хороший пример. Когда тогда плохо тебе стало, ты такой что-то чахлый ходил, что-то голова закружилась, потемнело в глазах, я пошел тебе сахара-то принес, ты чуть пожелал сахар, и тебе пободрее стало. Да. И часто тоже, и старые тренеры старой школы тоже практиковали, просто давали даже вот конфету сосательную. Тему, знаешь, бегунам, допустим, пробежал, тут тоже все потемнело, сахар сильно упал, конфету чуть пососал, блядь, и полегшало. Поэтому это все хуйня. Оно сразу все быстро попадает, и в кровь, и в мышцы. Надо этим пользоваться. Скай. Блядь, ебашка. Ну, 8. Нормал. Я думаю, сегодня 45 мы не будем. Уже в следующий раз, да? Или хочешь? Собственно, попробуй. Ну, я ж их не пожал тогда. Тогда ты на два сделал, и у тебя руки... Не, надо попробовать. У тебя стабилизаторы тогда, помнишь, вот не вот так. Пошли у тебя. Может, часто адаптировался? Хороший. Попробуй. Та, которая травмирована? Ну, вот, все. Вот так. 45 лет прошло. Два года, да. Бля, ну, это уже серьезные гантели. Я сам такие или жму. Это уже 90, если на штангу переводить. Ну, ну, короче, мне кажется, что на этом оно... Саня, на тесте оно тоже способствует как-то заживлению, усилению, укреплению. Тестостерон? Ну, конечно, это что анаболик и андроген одновременно. А что ты хочешь зажить? Не, ну, Димона, оно чуть должно ему помочь. Помочь. Ну, стероиды. Ну, так у меня плечо болело. Вообще, прошло ж насколько, что я его даже сейчас не чувствую. А то, что вот когда мы сразу пришли, плечо каждая тренировка болела. Зависит от курса. Есть курсы, которые неправильно составляют, и там болит, у тебя будут плечи и суставы всегда. Допустим, такие препараты, как стенозолол, их нельзя пить в больших дозировках и очень долго. Убьешь суставы нахер. Допустим, тот балдинон. Нельзя переусердствовать с балдиноном, потому что он снижает очень сильно ароматизацию. Если страдиол подавить в ноль, то суставы пизда. Поэтому болт надо подбирать четко под дозировку теста и смотреть на ароматизацию. Потому что, смотри, допустим, тебе я сделаю, допустим, 500 теста и 500 балдинона, но у тебя ароматизация слабая, у тебя страдиол будет подавляться в ноль. Это будет херово. А другому человеку, у которого высокая ароматизация, ему наоборот будет хорошо. У него не будет расти гино, и у него страдиол будет в реф. Поэтому тут нужно смотреть, прежде всего, анализы, и смотреть эстрадиол. Если эстрадиол низкий, то херово. Чем выше ароматизация, тем надо больше балдинона. Ну, а то, что у нас один к одному, это немного балдинона? Ну, нет. Один к одному – это примерная база, знаешь, то, с чего нужно начинать. Допустим, если ты строишь курс, да, там, сделаешь себе, допустим, один миллилитр тест, один миллилитр болда. С этого ты начинаешь, потом через время смотришь ароматизацию. Если ты человек жирный, да, ну, тучный, то у тебя выше риск того, что у тебя будет сильно ароматизироваться тест. Ароматизация – это превращение. То есть, по сути, помимо генетической составляющей, есть еще то, что ты жирный. У жирных людей сильно превращается тестерон в эстрадиол, поэтому тут надо смотреть погрешность. И ты смотришь по анализам уже, исходя из человека, если ты видишь, допустим, что человек толстый, а ты ему хуяришь тест, допустим, с болтом один к одному – хуйня, у него эстрадиол все равно будет высокий. И вообще, жирным людям вообще набор я бы не советовал начинать. Надо похудать сначала, да. Любой стероид, любой стероид будет вызывать очень сильную ароматизацию, ты будешь растить себе сиськи, тебе будет сильно отекать, сильно будет большое давление, потому что, ну, ты прикинь, тестостерон держит воду в клетке, но в клетке не только в мышечной, но и в жировой, и под кожей. А если жира много, да прикинь, ты опухнешь еще сильнее, ты будешь, да, такой, как шарик. И жир тоже, можно тоже держать воду очень много. У тебя растет давление, и гейна растет, и, короче, одни побочки. То есть, чем меньше у тебя жира, тем меньше у тебя побочек на курсе. Поэтому всем, кто жирный, я всегда советую сначала похудеть, а потом идем в набор. Ну, жирные они и по себе, сами по себе расположены, но само у них и так растет сиськи без всяких тестов. Обычно, да, высокий эстрадиол у них сразу. Пускай! Пускай! Ап! Опа! Мне супер! Хор Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прям не будет такого... Может ты нам эти пустые даешь? Я себя накрутил... Чисто на этом... Энтузиал... Как теплацебо... Ну все, до следующей тренировки... Фарму привезу... Спасибо! Все, увидимся!